Бывает. Сам Господь открыл истину. Теперь все ясно. Прочь сомнения. Вера победила. Возникла твердая уверенность в себе. Ничто не страшно. Было дело учеников Иисуса. Теперь видим, что ты знаешь все, говорят они ему, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Поэтому веруем, что ты от Бога ишел. Но Иисус скептически оценил их убежденность. Он отвечал им, теперь веруете. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что отец со мною. Вот дела. Только что твои ребята засвидетельствовали свою верность. Это ведь дорогого стоит. Признание. Мы сомневались, мы подозревали, но теперь мы убедились, ты действительно посол Бога. И в этот момент Иисус разрушил идиллию. Да? Вы теперь веруете? Ерунда. Это эмоции. И уже сегодня вечером вы разбежитесь, как тараканы. И веру свою забудете. И меня оставите. Не обольщайтесь. Ранее он говорил им, не хотите ли вы отойти от меня? Проверка жесткая. Тогда они отошли. Теперь же Иисус утверждает, что на самом деле, несмотря на то, что они не отошли буквально, однако они не связаны с учителем настолько, чтобы терпеть с ним все грядущие испытания. Вы оставите меня. Вообще, слово Иисуса есть акт невероятного мужества, честного сознания реальности. Ах, как нам недостает этого качества. Ах, как губительно наше человекоугодничество. Это воспетое взаимовыгодное вранье. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Это бесплодное коллективное сознание. Это безответственное следование за начальником. И вот небеса покрылись тучами. И вот власть обнажила свою богопротивную сущность. И с мечами, и с кольями ворвалась прямо в молитвенное собрание. Иуда тут, как тут, целует учителя. Петр попытался отбить атаку. И даже одного раба едва не прикончил. Но Иисус остановил Петра. Учителя схватили, связали, все разбежались. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир.